Друзья, всем привет! Вы на канале Football.ua. Киевская Динамо узнала своего соперника в Лиге Европы. Именно об этом клубе мы вам сегодня расскажем. В последнее время жребий достаточно часто сводит Динамо с бельгийскими клубами. Вот уже в этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов киевляне играли против бельгийского агента, а в прошлом сезоне как раз-таки против Брюгге. Тогда одолеть своего бельгийского оппонента не смогла команда Александра Хацкевича. Давайте вспомним эти матчи. На выезде киевляне проиграли 0-1. Была достаточно закрытая игра с небольшим количеством голевых моментов, а исход встречи решил пенальти, который забил Ханс Ванакен. Этот 11-метровый из своего рота тогда привез Александр Караваев. Такой результат вынудил киевская Динамо в домашнем матче и идти большими силами вперед. И вот уже на старте поединка Виталий Буяльский забил такой необходимый гол. Но уже ближе к перерыву бельгийцы сумели сравнять счет, что значительно ухудшило шансы киевлян. Второй гол Динамо на 50-й минуте матча оставлял неплохие шансы белосиним на итоговый успех. Но под конец дважды забил Брюги и перечеркнул все мечты о Лиге чемпионов. Был еще автогол Брэндона Мехеле между голами в ворота Дениса Бойко. Но он никак не повлиял на итоговый исход матча. Домашние 3-3 и дальше в Лиге чемпионов пошагал именно Брюги. С момента последней встречи Динамо и Брюги команды несколько видоизменились. Больше это касается все-таки киевского Динамо. В первую очередь у белосиних поменялся главный тренер. Домашние 3-3 против Брюги стали последним матчем Александра Хацкевича на посту главного тренера. После белорусского специалиста также был Алексей Михайличенко. Но с нового сезона у руля команды опытный румынский специалист Мирча Луческу. У Брюги тоже произошли некоторые изменения в составе, но ключевые исполнители все те же. Легендарный для бельгийцев голкипер Симон Миньоле. Центральный защитник Саймон Делли, который запомнился своими габаритами и хорошей игрой головой. Именно он забил тот решающий гол в киевском матче. Также всем нам хорошо знаком левый защитник Брюги Эдуард Соболь. Своими выдающимися скоростными качествами запомнился правый защитник Клинтон Матта. Также хорошо знаком украинским болельщикам нигериец Денис Бонавентуре, который в свое время выступал за Луганскую Зарю. Дриблинг, ловкость, скорость – это все про него. На другом краю атаки действует не менее амбициозный сенегалец Крепин Диатта. Его трансфер-маркет оценивает дороже всех в составе Брюги. 20 миллионов евро. А главным действующим лицом в атаке команды продолжает оставаться рослый центральный полузащитник Ханс Ванакен. 28-летний бельгиец – очень интересный футболист, думающий, который здорово находит неочевидные варианты развития атаки, может обострять, а также и сам прекрасно действует в завершающей стадии. Трансфер-маркет оценивает Брюги в 144 миллиона евро, Динамо – в 100. Брюги – это уже не Ференс Варуш, но и не Барселона с Ювентусом. Мы считаем Брюги достаточно успешным жребием для киевского Динамо, ведь могли попасться коллективы гораздо сильнее. Но и недооценивать бельгийцев не стоит. За это как раз-таки в групповом этапе Лиги чемпионов поплатился «Зенит». Для Динамо же сейчас самое главное – провести качественную подготовку ко второй части сезона, поработать на трансферном рынке, и тогда, конечно же, будут неплохие шансы для того, чтобы пройти дальше. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ну и пишите в комментариях, как вы думаете, кто пройдет дальше – Динамо или Брюги. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok